Продовольственные наборы для учащихся активно раздают в образовательных учреждениях. К примеру, в школе номер 73 в Новом Городе продукты получили 239 детей-льготников. Из-за дистанта ребята не обедают в школе, поэтому получают наборы. Выдача продуктовых наборов на базе нашей школы осуществляется с 14.30 до 17.30. Родители учащихся подходят, заполняют заявления, расписываются в ведомости выдачи и, получая проднабор, выходят через другую дверь. Есть семьи, которые совершенно не могут прийти, получить продуктовый набор. Их мы знаем, их совсем немножко, которые в силу обстоятельств и состояния здоровья не могут покинуть свои дома. Им будет осуществляться выдача продуктовых наборов на дому. Теперь приготовить вкусное горячее блюдо не вопрос. Если раньше в набор входили крупы и каши, то сейчас добавились и полуфабрикаты, сосиски, котлеты, пельмени. Младшеклассники получают пачки риса, игеркулеса, сок, печенье, а также тефтели. Ученикам средней школы выдают макароны, крупы, мясные беточки, пельмени, печенье и сгущенку. Количество продуктов в наборе определено из расчета на одного ребенка на шесть учебных дней. Чтобы избежать массового скопления людей, выдают наборы по графику. Причем провожают получатели наборов уже к другому выходу, чтобы не контактировать с другими людьми. Мама троих школьников Антонина составом пайка осталась довольна. По словам женщины, продуктовый набор детям пришелся по вкусу. У меня трое детей, они школьники, учатся в седьмом, в четвертом и во втором классе. Мы уже не первый раз получаем такую поддержку. В основном там крупы, полуфабрикаты, сгущенки, печенье. Напомним, что к школьникам льготной категории относятся ребята из многодетных, малообеспеченных, находящихся в социально опасном положении семей, а также учащиеся с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды. В Ульяновске продуктовые наборы на время дистанционного обучения получают порядка 8,5 тысяч школьников льготных категорий.